Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ничего подобного до этого еще не было Ты ведь в пустоту с ревущего самолета Не знаешь, что ждет тебя внизу Минута захватывающего дух полета Жесткий удар об землю И вот мы уже на вражеской территории Игра проведет вас через всю войну От скалистых берегов Сицилии До победного марша по землям Германии В начале каждой миссии вас сбрасывают с парашютом В глубокий тул противника С воздуха вы можете наблюдать за всем ходом операции Управлять своим парашютом И свободно выбирать точку приземления На земле вы должны воспользоваться Любой возможностью, чтобы выжить во враждебном окружении В вашем распоряжении Множество реальных видов оружия того времени И у каждого из них есть свои характеристики Вы полностью свободны в выборе способов действия В отличие от других игр о Второй мировой Нам не стали устраивать обзорную экскурсию По полям самых известных сражений Вместо этого разработчики предлагают игроку Пройти все тяготы войны Вместе с 82-й воздушно-десантной дивизией В шкуре одного из ее бойцов Главного героя игры зовут бой Трэверс Трэверс! Готово, Трэверс! Он никакой не герой, просто обычный солдат той войны Человек, который по-своему прошел через самую масштабную трагедию В истории человечества Талантливый солдат, которому опостылило наблюдать за всем со стороны Он почувствовал себя готовым вступить в бой И внести свой вклад в победу Воздушный десант был для него билетом в самые гущие события Да и лишние 50 баксов в месяц не помешали бы В общем, он пошел на это Теперь Трэверс может и жалеть, что не ограничился чтением фронтовых сводок Настоящая война оказалась не совсем такой, как он ее себе представлял Зенитки и тяжелые гаубицы выливают на головы несчастных американцев тонны свинца Снайперы безжалостно устраняют одну цель за другой Пулеметы и шмастеры довершают начатое Смерть поджидает на земле и в воздухе Хорошо, что в этом аду он оказался не один Трэверс проходит свой путь плечом к плечу с группы опытных вояк Которые отметились во всех значимых десантных операциях войны Сначала им удалось выжить в Сицилии Потом была Италия, Франция и, наконец, Голландия В полку их звали «четверо прыгающих ублюдков» От своих новых друзей Трэверс быстро усвоил основные правила ведения боя Геройствовать здесь некогда Зазеваешься — убьют Думать нужно быстро, действовать четко и принимать решения по ситуации Набравшись опыта в первых же боях Наш герой понимает, что каждое задание — как хитроумная головоломка И подойти к ее решению можно разными способами Чтобы не ходить вокруг да около, возьмем, к примеру, одну из поздних операций — Market Garden Одна из целей высадки — ликвидировать пулеметное гнездо противника Оно оборудовано на втором этаже разбомбленного здания, откуда отлично просматривается город Немеген Допустим, я возьму для этой миссии снайперскую винтовку Springfield и дробовик М-12 Я могу приземлиться на другом конце карты и снять вражеского пулеметчика издалека Но тогда очень важно попасть с первого же выстрела, иначе я стану его главной мишенью А могу посадить свой парашют на крышу прямо над ним и сбросить сверху пару гранатов Задание я выполню, но вот загвоздка — я оказываюсь один в глубине вражеской территории Совершенно отрезанный от своих Хорошо, если меня не подстрелят, пока буду спускаться А можно сесть прямо на улицу перед пулеметным гнездом, спрятаться за чем-нибудь и бросить гранату фашистам за шиворот Но вот беда, по улице шныряет немецкий танк, и стоит им меня заметить, как из меня выйдет хорошее жаркое Если я рассудительный игрок и люблю действовать осторожно, я выберу для посадки безопасное место, обозначенное зеленым сигнальным дымом Тогда можно будет вместе с другими солдатами спокойно и методично зачищать каждый дом Когда подберемся к пулемету, можно будет обойти его с тыла или с фланга, пока остальных заходят сзади Если я храбрец или дурак или и то и другое сразу, можно рискнуть и свалиться на врагов сверху, как снег на голову Вырубить пулеметчика точным ударом ноги и попытаться разобраться с другими Но этот путь самый сложный, ведь я буду окружен врагами, и все они повалят на меня одного Только верный шотган может спасти в такой ситуации И это лишь часть тех возможностей, которые открываются перед вами в каждой миссии Есть множество способов пройти эту игру, все в ваших руках Вы хозяин положения, здесь нет никаких ограничений, кроме вашей личной изобретательности и мастерства Для того, чтобы воссоздать реализм, разработчики тоже провели немало часов в воздухе Мы последуем их примеру и обязательно сегодня совершим прыжок Что для этого нужно? Для начала переодеться, ну а потом пройти инструктаж От реального прыжка нас отделяет всего несколько минут А пока мы готовимся к взлету, я предлагаю посмотреть, как же разработчики вживались в роль десантника Значит так, слушай сюда, хлёпики Добро пожаловать в 82-ю десантную роту Зовите меня просто сержант Я тут не друг никому из вас, понятно? Сейчас вас погрузят в грузовики и отвезут туда, где вы поступите в распоряжение взводных командиров Все ясно, по машинам, шевелись Черт, эта штука вокруг меня не затянется Удивительное дело, берешь разношерстную толпу людей, приводишь сюда, и они начинают сбиваться в отряды, маршировать, даже пытаются петь походные песни Вдоволь наигравшись в солдатиков, разработчики принялись за написание музыки к игре Когда мы взялись за возрождение серии Medal of Honor, стало понятно, что никто не создаст лучшую атмосферу для игры, чем тот, кто стоял у истоков серии Кто написал музыку ко всем предыдущим частям Я с самого начала хотел, чтобы в Airborne музыка стала более зрелой и, как бы это сказать, неуютной Он смог создать крайне живую и яркую музыку для каждого момента в игре Мы хотели добиться того, чтобы игрок перед монитором почувствовал себя там, в самом пекле, среди этих солдат, одним из них, и нам это удалось Почувствованные и тревожные композиции будут сопровождать игрока по ходу всей игры Практически каждый момент прохождения станет неповторимым Будет ли это таинство единения с парашютом Или радость последних минут боя, когда до победы рукой падать Тоже касается и крайне правдиво подобранного звука За время работы над прошлыми частями Медала Вона У нас накопилась огромная библиотека самых разнообразных звуков От взрыва гранаты до танкового выхлопа Так вот, мы все это выбросили и записали звуки заново У современных приставок и компьютеров совсем другие требования качества Вот, скажем, обычный автомат Томпсон Чтобы его записать, нужно 20 микрофонов Ведь он звучит совершенно по-разному Прямо перед вами или в руках вашего товарища Что стоит в паре десятков метров отсюда Кстати, 20 микрофонов в итоге оказалось мало И нам пришлось использовать все 40 Если разработчики так стараются записывать обычный автомат Страшно подумать, сколько сил они положили на то, чтобы принести в игру более сложные звуки Например, звуки самолетов Ведь это, можно сказать, непосредственные участники игрового процесса Привет, это старичок Си-47 Мы здесь для того, чтобы записать шум его двигателей Сейчас 7 утра, у нас все готово Микрофоны, батарейки, нужное оборудование Осталось только дождаться пилота, который поднимет эту махину в воздух Цель сегодняшней вылазки — записать аудиодосье на этот самолет Он прошел всю войну, от Нормандии в 44-м до Рейна в марте 45-го Пожалуй, это самый видавший виды самолет такого типа А теперь он станет одним из главных героев Medal of Honor Airborne У нас есть не только уйма в unexpected видеоматериалов, но и множество аудиозаписей, таких как это. Так что Medal of Honor Airborne будет не только выглядеть, но и звучать лучше всех. Крайне до то, что подошли к отрисовке каждого уровня. Европа, охваченная разрушительной войной, предстанет перед нами во всем своем пугающем великолепии. От игрушечных голландских городков до античных руин Италии. Очень часто в играх вы можете видеть задернутые на окнах шторы. Это в переводе на язык разработчиков означает «нам лень было придумывать интерьер». У нас вы такого не увидите. В каждый дом можно зайти и все там подробно рассмотреть. А обстановка, кстати, взята из реальных домов той эпохи, где все сохранилось в первозданном виде. Мы специально искали такие дома. Все карты в игре создавались с невиданной доселе скрупулезностью и вниманием к деталям. В общем, они теперь буквально отживают перед вашими глазами. Так что забудьте о слове «уровень». Вокруг вас реальные города и поля сражений, на которых солдаты Второй мировой добывали для нас победу. Только в одном создателе игры позволили себе пофантазировать. В последней миссии вашим врагом, если можно так выразиться, станет огромная зенитная башня. Это творение лучших инженерных умов Рейха становится самым страшным противником всего, что летает по воздуху. Эдакая звезда смерти фашистской Германии. Такие проекты до сих пор засекречены. Так что пришлось напрячь воображение, придумывая, как такая громадина могла бы выглядеть изнутри. Получилось очень убедительно. Штурм этого неприступного укрепления, наверное, лучшая концовка, которую можно было придумать. В большинстве шутеров каждый уровень — это набор заранее заготовленных сценок. Стоит только переступить невидимую черту, и вот раздается взрыв или падает сраженный пулей товарищ. Как в театре марионеты. В новом «Медаффона» всё стало по-другому. Каждый враг ведёт себя непредсказуемо, и каждая деталь рельефа может быть использована как укрытие. Теперь вы актёр и режиссёр в одном лице. И бой сложится так, как вы сами его проведёте. Но двух одинаковых прохождений у вас не будет никогда. Все последние приготовления сделаны. Двигатели самолёта уже заведены. Мы готовы взлететь. Ну что, удачного нам приземления. Наш самолёт набрал нужную нам высоту. Здесь немного трясёт, но тем не менее командир разрешил нам прыгать. Я наконец-то почувствую себя настоящим десантником-парашютистом. Так что увидимся на земле. Ну, я надеюсь, что мы увидимся на земле сразу после рекламы, где наш эксперт уже примеряет на себя роль главного героя и совершает прыжки. Правда, в виртуальном пространстве. Ну всё, пора прыгать. Я готов. Знаете, чего мне не хватало там наверху? Это автомата Томпсон для того, чтобы расстреливать фашистов направо и налево. Итак, я на земле. Слава богу. А теперь остаётся только одно — посетить гейм-лабораторию, где уже ждёт наш эксперт Александр Кузьменко. Средо мной очередная часть достаточно известного сериала, который называется «Mead of Honor». Сама игра выглядит как спасение рядового Райана от первого лица. Мы всё видим из глаз, а не со стороны всё происходящее. Вот, например, такая типичная сцена американского фильма. Десантники высаживаются с самолёта. Так, вот я думаю, сейчас отмашку дадут нам. Перед нами у нас буквально под ногами весь уровень, на который нам предстоит воевать, и мы можем приземляться, ну, откуда угодно. Буквально. То есть можем туда, вот откуда выстрелы фашистские. Можем, например, просто вот в какой-то улице где-то наш товарищ приземлисткий потрогать. Вот мы, например, оказались на приземлительной крышке какого-то дома. Внизу там уже идёт война. Какие-то перестрелки. Вот, управление... Любой человек, который хоть раз в жизни играл вообще в шутеры про Вторую мировую, естественно, с... Это очень легко и очень быстро вообще привыкнуть к мировой плане. Потому что управление всё очень простое, динамичность достаточно доступная. В общем, ничего такого вот, чего вы ещё никогда не видели. Ты не м***ь, ухожай. Первый уровень, который мы начинаем играть, самый первый уровень игры, вот некая деревня, он вообще показывает практически всю механику игры очень ярко. Механика стоит в чём? Ты просто полномерно, как трактор такой, вот, объезжаешь весь уровень, там, от одного из заковулка до другого заковулка, от одного дома, другого дома, вот, и зачищаешь его, не спеша, значит, там, внимательно, вот, вообще, всех прийти. Вот твои напарники тоже где-то бедают вокруг, если вы просто засядете где-нибудь, там, не знаю, просто вот в подворотне и не будете ничего совершенно делать, напарники не выиграют эту войну. Вокруг творится такой театр имени игрока. Все эти декорации, все эти, не знаю, сцены, все эти люди здесь, они ради нас, и это, конечно, радует. А вот меня, собственно, застрелили, вот, пока я тут разговариваю. Оружие, как и во всех, вообще, играх по Второй Мировой, здесь настолько привычно, что про него уже даже не знаю, стоит ли вообще говорить. То есть, во-первых, что у вас есть? У вас есть пинтовка, у вас есть автомат, конечно же, автомат Томпсона. То есть, вообще, считайте, что игра по Второй Мировой, автомат Томпсона, это не игра про Второй Мировой, а говно. У нас здесь, я так понимаю, цель миссии, это взять вот этот вот мини-рикстаг, который мы пытаются нашли. Опа, 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 меня опять замочили. Нармал выбирать, сложность нормал, наверное. Вообще, вот, при какой-то точке зрения, подобные игры можно воспринимать, конечно, не как учебник по истории Второй Мировой, но как хотя бы небольшое попытка воссоздания, там, атмосфер, например, событий тех годов. Потому что война на Западном фронте шла, тоже не менее жуткая, чем у нас. Мы, правильно, практически ничего не знаем, поэтому, вот, новое поколение, которое выбирает игры, оно хоть как-то может понять вообще, что была такая операция, Макетгард, да, ёпарасетэ. Продолжение следует... Надо играть, короче, в эту игру очень осторожно. Надо потихонечку высовываться за укрытие, и, там, не знаю, стрелять в кого-то, есть петтишка, где-то прятаться в уголочке. То есть вот так вот просто с криком, бежать и стрелять не получится. Ты умришь, ты, смотришь. Да чтоб тебя, умри. Самое главное, вообще, следить за количеством патронов в рожке. Потому что самое неприятное, что, когда ты бежишь, перед тобой вдруг выскакивает такая жуткая фашистская морда, а у тебя, собственно, не заряжен автомат. Да ё-моё. Сейчас произошел кадр, как фильм с Лоидом Финесом, я захожу, а там 500 фашистов сидит в одном подвале. Если вдруг у вас, собственно, закончатся патроны, и вы поймёте, что всё, попадос, и что дальше уже некуда, то можно подобрать вообще трофейное оружие, то есть какого фашистского тела взять. Так, всё, у меня окончились патроны. Это действительно неприятная новость. Я кукнули. Третья! Кернил Скотт Уэбб, командующий офисер. Это notes after action report for operation Neptune. Медлов фонар Airborne Еще одна, третья часть Очень известного шутера по Второй мировой Медлов фонар Снова игра про то, как союзники Гоняют фашистов в Европе Про то, как такие мужчины В касках бегут с автоматами Томпсона На баррикады, про то, как метают они гранаты Разлетаются во все стороны Какие-то укрытия Если вы снова хотите убить сотню-другую фашистов То мои самые теплые рекомендации С полетами на сегодня закончено А на следующей неделе Приготовьтесь вступить в опасную схватку С вирусом в игре Территория Тьмы Ну что, или может еще раз летать? Пожалуй С вирусом в игре Территория Тьмы